На нашей планете еще остается много неизученных мест. И ученые со всего мира продолжают делать потрясающие открытия. Они находят источник жизни, казалось бы, в таких непригодных местах. И эта история тому подтверждение, посмотрите сами. Приятного просмотра. Ледяное море у Эдела в Антарктиде, покрытое массивным слоем льда, ранее считалось практически лишенным жизни местом. Однако при дальнейшем исследовании его глубин, морские биологи неожиданно обнаружили скрытую колонию уникальных ледяных рыб, насчитывающую целых 60 миллионов особей. Эта колония оказалась настолько обширной, что ее территория сопоставима с размерами Мальты. Открытие произошло, когда ледяные рыбы, известные, как вид на Ападжет Апсисиона, были замечены на глубинных камерах исследовательского судна Паларстерн. Интерес к ним проявила междисциплинарная группа ученых, ведущих исследования океанической циркуляции, углерода и его воздействия на климатическую экосистему. Никто из них не предполагал, что обнаружат такой богатый разнообразием подводный мир. Гнезда ледяных рыб, запечатленные на камерах, изначально вызывали затруднения в идентификации. Они были обнаружены вдали от морского дна, окруженные камнями, так как ледяные рыбы уникальны и имеют свои особенности в образе жизни. Это единственные в своем роде позвоночные, не имеющие красных кровяных телец, для выживания в холодных. В водах они вырабатывают особый белок-антифрист. Размеры колонии ледяных рыб поражают, она охватывает площадь в 240 квадратных километров, с гнездами, размещенными на расстоянии около 3 квадратных метров, друг от друга. Общее число гнезд составляет 60 миллионов, а в каждом из них содержится около 1735 иит. Живущие в море у Идела круглый год подо льдом, колония на 60 миллионов особей вызывает удивление. По словам глубоководного биолога из Центрополярных и морских исследований имени Альфреда Вигенера, при Институте Гельмгольца от Унперсера, способность этой колонии выживать в таких условиях и не привлекать. Внимание – феномен, который пока остается загадкой. Это открытие вновь подчеркивает, насколько мало мы знаем о нашей планете. Исследования на Земле могут быть такими же важными, как и изучение космоса. Вот такая удивительная история. А вы когда-нибудь слышали о этих рыбах? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. А если вам понравилось видео, то ставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал, где найдете. Еще много интересных видео. А если у вас или у ваших знакомых есть интересные истории, то присылайте их нам, мы обязательно расскажем. Про них в следующем видео, почта указана в описании. До новых встреч. Дорогие друзья. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. До новых встреч.